Доброе утро, коллеги. Я являюсь заведующим отделением гематологии Центра имени Петрова с 13-го года. С 13-го года отделение гематологии оформилось в тот вид, который оно сегодня имеет. Это отделение 40-коечное, 10 коек трансплантационных для оказания помощи пациентам преимущественно с лимфомами. До 400 пациентов в нашем отделении ежегодно получают помощь. Это все виды помощи, в которых нуждаются пациенты с лимфомами. Начиная от начальной терапии, терапии второй линии, ну и терапии спасения в том числе со всеми возможными на сегодняшний день средствами. Сегодня мы хотели, кроме того, чтобы еще раз поговорить о современной помощи пациентам с лимфомами, анонсировать новый метод терапии, которым с этого года планируем обладать. И речь идет о инженерной клеточной технологии. Это Т-клетки, собственные Т-клетки человека, снабженные химерными антигенными рецепторами. Это лимфомы. Это большая группа новообразований лимфоидной ткани. Это опасные для жизни злокачественные опухоли, многочисленные. Это несколько групп очень разных по поведению, по прогнозу, по тому, как организовано их лечение заболеваний. Но в отличие от других солидных опухолей, большинство лимфом, лимфомы баклеточные, агрессивные, лимфомы Хочкин объединяют то, что, когда планируется лечение, цель лечения – это всегда излечение. Это всегда так было. И на сегодняшний день такая вероятность только увеличилась с эволюцией лекарственной терапии. Вот этот перечень – это огромный арсенал средств, которым мы сегодня располагаем. Казалось бы, каких только средств мы не можем себе позволить, но, тем не менее, вероятность излечения, хоть и высока, то есть это в отдельных группах значительно больше половины случаев, но, тем не менее, остаются пациенты, помощь которым даже при наличии всех этих средств остается недостаточной. Условно, ну или, так скажем, помощь, которая оказывается этим пациентам, делится на собственную химиотерапию, то есть вульгарное применение ядов и иммунотерапевтические средства. Здесь мы видим эволюцию химиотерапии, начиная с середины прошлого века. Причем удивительно, но те средства, которые были вначале, оказавшись эффективными, остаются основой этой терапии сегодня. То есть первая линия — это производные боевых отравляющих веществ, по сути дела. Вторая линия — это те же препараты, только высокодозная терапия, пусть и с уловками, с трансплантацией аутологичных стволов кровотворных клеток. Появились в последнее время и новые средства. Это возможность применения высокотоксичных ядов, например, монометилолистатин Е, таргетные ингибиторы сигнальных путей, регуляторы программированной клеточной смерти. Но, тем не менее, проблема полного излечения некоторых пациентов остается нерешенной и сегодня с применением только этих средств. В последние пять лет мы часто слышим о наступлении эры иммунотерапии. Эта эра имеется в виду в онкологии вообще. То есть появление возможности привлечения потенциально самых эффективных противоопухолевых средств, это т.к. человека против соленых опухолей. Сделало противопухолитерапию в онкологии вообще значительно эффективнее. Это фактически рубикон в том, как относились к прогнозу для многих болезней. В гематологии тоже эти средства оказались высокоэффективными в отношении лимфом, в частности, особенно лимфом и Ходжкина. Но, в целом, и этот метод терапии оставил проблему до конца нерешенной. Если говорить о привлечении иммунитета против опухоли и, в частности, клеток иммунных, то эра иммунотерапии в гематологии началась раньше, чем то, о чем мы говорим последние пять лет. Еще в середине прошлого века, с 50-х годов, была разработана трансплантация донорского костного мозга, аллогенного костного мозга, которая, по сути, является первым методом клеточной терапии, которым стали обладать онкологи. Это очень эффективный метод, оказавшийся, в первую очередь, в отношении лейкозов. Этот метод применяется и в отношении лимфом. Этот метод в отношении лимфом не стал таким, как в отношении лейкозов. В отношении солидных опухолей, к сожалению, тоже. Есть большие проблемы с применением аллогенной трансплантации при лимфомах. Это в том, что часто невозможно добиться ремиссии в той степени, какая необходима для назначения трансплантации. И поиск донора занимает неприемлемо большое время, тогда, когда создается возможность применения этого метода. Ну и сама эффективность оказалась недостаточной. Новая надежда – это то, что мы хотим обсудить сегодня. Новая надежда – это то, что на планете Земля больше мы не ждем милости от природы. И был создан за последние десятилетия метод модификации Т-клеток человека, который позволяет применять их гораздо более эффективно и целенаправленно в отношении лимфом, в частности, и многих других заболеваний, которые относятся к новообразованиям различного происхождения. Инженерия клеток и создание искусственных рецепторов Т-клеток, с помощью которых обнаруживается опухоль, и Т-клетки даже в отсутствии механизмов, останавливающих обратную регуляцию, способны активироваться и эффективно уничтожать опухоль. Это иллюстрация того, очень лаконичная иллюстрация того, как производство этих клеток выглядит. И вот авангард людей, которые разработали клиническое применение этого метода терапии. Стивен Розенберг, Карл Джун, Мишель Сидлаин. Это ученые, работающие в Соединенных Штатах Америки. Метод разрабатывается уже с начала 90-х годов. Очень долго не удавалось сделать его клинически применимым и эффективным. Но, начиная с 2017 года, появились уже коммерческие продукты, одобренные для клинического применения. Это два препарата Т-клеток с химерными антигенными рецепторами, против мишени CD19, то есть это антиген баклеточных опухолей. И на сегодняшний день уже зарегистрировано 5 коммерческих препаратов для карти-терапии. Показания с 2017 года значительно расширились. Это не только баклеточные лейкозы, которые были первыми заболеваниями, при которых эта терапия была показана. Это уже и большой перечень лимфом и множество намиелома. Карти-терапия на сегодняшний день, пожалуй, самый перспективный и самый многообещающий метод терапии, который позволяет рассчитывать на то, что проблема терапии лимфом, ну, как минимум лимфом, в конце концов будет практически полностью решена. Сегодня этот метод не просто клинические испытания, это уже терапия, включенная в клинические рекомендации и рекомендованная для практического применения. И во многих странах всех континентов широко применяется. Количество исследований этой терапии уже превышает 600. И в основном это происходит в Соединенных Штатах Америки, Китае, в европейских странах. В нашей стране в одном центре, в Москве, в центре детской гематологии и онкологии Медлитра Рогачева уже есть опыт применения собственного продукта и проводятся два клинических исследования. Нечитаемый слайд, это иллюстрация того, насколько широк интерес к этой проблеме и насколько много сейчас в мире клинических испытаний с картиклетками. При солидных злокачественных новообразованиях тоже огромное количество попыток применить эту технологию. Пока нельзя сказать, что большой эффективностью, но перспектива этой технологии состоит в том, что безгранична возможность ее совершенствования. Во-первых, это обнаружение все новых мишеней, против которых применимо действие модифицированных Т-клеток и совершенствование, собственно, производства этих рецепторов, простоты, технологичности, эффективности. В этом году мы в сотрудничестве с Институтом детской онкологии и трансплантацией костного мозга имени Раиса Максима Горбачева и университета Павлова и в сотрудничестве с Московским центром онкологии Дмитрия Раиса Максима Горбачева и компании «Милтони». Уже имеем готовность начать клиническое применение этого метода. Думаем, что к концу года у нас появится первый пациент, а до этого мы приступаем к производству так называемых прототипов. Здесь перечислены показания, против которых клеточный продукт, который мы будем располагать, планируется применять. И что касается, собственно, производства этого клеточного продукта и технологии вообще сегодня нам поможет в этом смысле разобраться Владислав Сергеевич. И после этого мы сможем обсудить какие-то детали этой работы и ответить на ваши вопросы. Спасибо. Продолжение следует...